Всем привет! Сейчас мы с вами разберем, как зарегистрировать кошелек Power и рассмотрим несколько вариантов пополнения кошелька. Заходим на сайт, нажимаем «Создать». Вводим здесь вашу электронную почту. Почта должна быть действительная, то есть вы должны иметь доступ к вашей почте, знать пароль и чтобы она вообще у вас была зарегистрирована. Вводите свой адрес, вводите номер с картинки, нажимаете, ставите галочку, чтобы вы ознакомились и соглашаетесь с правилами и нажимаете «Продолжить». Вот зарегистрирован ваш кошелек. На вашу электронную почту, которую вы указали при регистрации, придет письмо о том, что вы успешно зарегистрировались в платежной системе Power. В этом письме будет указан ваш логин, пароль и мастер-кейс. Это письмо никогда не удаляйте, потому что это ваши данные для входа в кошелек. Вы можете еще сохранить себе это письмо, копию куда-нибудь на рабочий стол или куда вам удобно. Давайте ознакомимся с кошельком. Вот здесь указан номер, начинается с буквы «П». Это ваш номер счета. Давайте посмотрим варианты пополнения. Нажимаем «Пополнить». Здесь вы вводите сумму. Если вы собираетесь оплатить месяц обучения в компании «Бизнес-инкубатор ЗЕВС», вам нужно пополнить на 720 рублей. Если 3 месяца на 2200 рублей. Если полгода на 4300. Сумму уточните у того человека, который вас пригласил в компанию. Мы рассмотрим 1 месяц. Пишем 720. Выбираем обязательно здесь рубли. Нажимаем «Пополнить». Здесь есть варианты. Платежные системы, банковские карты, различные банки, мобильный платеж, терминалы, системы переводов. Смотрите, вот платежные системы. Здесь есть «Яндекс.Деньги», «В1», «Окпэй», «Ликпэй». То есть вы можете посмотреть, выбрать, что вам удобно, из чего вам проще. Банковские карты. Вот смотрите. Не забывайте про то, что здесь комиссия. Вот на 720 пополняете. Здесь будет 769 рублей 58 копеек. Нажимаете «Оплата». Обратите внимание. Вот здесь есть информация, что если вы... После оплаты мы можем запросить документы для проверки, если вы совершаете оплату с данной карты первый раз. Вам придет письмо на почту. Вам нужно будет отправить там фото, паспорта и карты. Потом система проверяет документы на подлинность и зачисляет вам деньги на ваш кошелек в течение 24 часов. Нажимаете «Подтвердить» и там действуете по инструкции. Не забывайте. Вот 769.58 примерно на карте должно быть 800 рублей, чтобы операция прошла успешно. Это карты. Так. Дальше мы с вами рассмотрим вариант пополнения с помощью... Что у нас здесь дальше идет? Различные банки. Если у вас есть банковская карта «Сбербанка» и подключена услуга «Сбербанк онлайн», вы можете через «Сбербанк онлайн» пополнить. Тоже нажимаете «Оплата». Смотрите. Будет 757 рублей 50 копеек. Нажимаете «Подтвердить». Здесь у вас появится инструкция, как пополнить через «Сбербанк онлайн». Здесь все подробно написано. Следуйте этой инструкции. Если вы пополняете через «Сбербанк онлайн», то никакие паспортные данные и фото не надо отправлять. Платеж зачисляется в течение нескольких минут. Все делайте по инструкции и проблем не будет. Также здесь есть мобильный платеж. Вы можете через мобильного оператора с помощью телефона пополнить. Нажимаете «Оплата», вводите номер телефона, с которого будете пополнять и дальше следуйте по инструкции. Чтобы оплата прошла успешно, вот с ним здесь написано «Итого к оплате 750 рублей», но на мобильном телефоне должно быть примерно 850 рублей, чтобы оплата прошла успешно. Так, ну и так дальше вы можете посмотреть каждый из вариантов, посмотреть, с чего вам удобнее, проще, выгоднее, ознакомиться. Здесь есть терминалы, способы переводов, вот эти же салоны, связной, там, Евросеть. Посмотрите, сами ознакомьтесь. А мы с вами еще посмотрим, что еще есть в кошелечке. Так, сейчас мы вернемся. Смотрите, также можно перевести, куда деньги, можете тоже посмотреть, ознакомиться. Обменять. Есть здесь свой обменник. Так, что можно оплатить с кошелька? Да, можно и интернет, и телевидение, и телефонию, и мобильную связь. То есть, очень удобный и простой кошелек. Вывести деньги. Нажимаем «Вывести». И здесь тоже, посмотрите, очень много, множество способов. И платежные системы. Вот они. И Киви, и Яндекс, и Вебмани, и мобильная связь, и банки российские, украинские, мировые. То есть, вы должны здесь, ну, выбирайте любой способ, куда вам угодно, на карту, на телефон, на другого оператора. Куда угодно туда выводите. Смотрите, при, когда вы входите в свой кошелек, вам будет приходить письмо с паролем, авторизация на почту. Мне, к примеру, удобнее, когда этот пароль приходит на телефон. Чтобы подключить услугу, ну, оповещение на телефон, заходите в «Настройки», выбираете «Безопасность», и вот здесь авторизация «Выслать проверочный код». Здесь стоит почта, а вы можете нажать «СМС», и будет пароль приходить вам на телефон. То есть, по инструкции указываете дальше телефон и подключаете услугу. Вот такой вот кошелек, такой небольшой обзор. Всего вам доброго. Ссылка на регистрацию кошелька будет под этим видео. Все вопросы, которые у вас возникают, задавайте своему спонсору. Всего доброго. Всем пока. До новых встреч.